Спорт – это на данный момент абсолютно политизированная история. Это еще один фронт, на котором нужно вести существенную борьбу. Войну развязал Кремль и лично Путин, а сами россияне ни в чем не виноваты. Они считают, что то, что сказал Славьев по телевизору, это истинно последние инстанции, а вы здесь как бы зазомбированы какой-то другой пропагандой, и вообще как бы все будет хорошо, только подождите, мы вас освободим. Во время войны спорт – это важно или это не на часе? Всему, чего достиг внутри этой страны, я благодарен этой стране, которая дала мне всю базу для того, чтобы я стал вначале спортсменом, который достиг некоторых результатов в своей спортивной деятельности, и стал первым темнокожим представителем украинского парламента. Жан Винцанович Беленюк родился 24 января 1991 года, Киев – Украина. Украинский спортсмен и политик, борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион Токио 2020, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы. Заслуженный мастер спорта Украины, народный депутат Верховной Рады Украины 9-го созыва с 2019 года, член депутатской фракции, политической партии «Слуга народа». Добрый день, Жан, рада приветствовать вас в программе «Правда». И наша тема будет все равно касаться войны, как и все наши программы, и все разговоры, которые идут после 24 февраля. Но сегодня мы больше поговорим о спорте во время войны. Как вы считаете, во время войны спорт – это важно или это не на часе? Вы знаете, по-моему, кажется, Минстон Черчилль сказал по поводу культуры, когда во время Второй мировой хотели урезать бюджет на культуру. И он сказал, а за что тогда мы воюем? Соответственно, понятное дело, что сейчас все усилия государства, все финансовые, финансовая мощь, финансовые вливания, они идут на то, чтобы максимально обеспечить людей, которые находятся на фронте. И для того, чтобы обеспечить нашу армию, чтобы они были всем обеспечены, и, соответственно, у них было больше возможностей противостоять этой агрессии в этой войне. Но, тем не менее, несмотря на то, что наш бюджет в спортивной сфере был урезан, наши спортсмены продолжают ездить на соревнования. Очень хорошо помогают нам наши международные партнеры, международные федерации по различным видам спорта, которые принимают спортсменов, дают им возможность тренироваться, у них на их базах, ввиду того, что некоторая инфраструктура у нас разрушена. Да и вообще, когда над головой летают ракеты и тебя постоянно бомбят, атмосфера не очень располагающая для того, чтобы можно было сконцентрироваться на своей подготовке. Соответственно, многие спортсмены предпочли, условно говоря, либо были вынуждены покинуть свои регионы постоянной дислокации, если это эти регионы, где сейчас ведутся активные боевые действия, перебравшись либо за границей, либо в более безопасные западные регионы нашей страны. А почему очень важно во время войны не останавливать тренировки, проводить их? Или это не важно? Я вам скажу. Это, на мой взгляд, очень важно. В принципе, такую точку зрения высказывал и президент Украины, который сказал в первые дни после 24 февраля о том, что спорт продолжает жить, украинский спорт, спортсмены продолжают ездить на соревнования, спортсмены продолжают поднимать украинский флаг, представляя тем самым Украину. И очень важные мысли заявляют всему миру, потому что спорт – это большая и очень смотрибельная площадка для того, чтобы высказывать свои месседжи касаемо того, что происходит в нашей стране. Потому что как раз 24 число – это, по-моему, за день до старта паралимпийских игр в Пекине, которые стартовали в начале этого года. И, соответственно, то есть это переломное решение, которое, по сути, уже Путин проделывал 14 лет назад с Грузией. Недавно была годовщина, как раз-таки пару дней назад. Тоже было Олимпийское перемирие, когда со времен Древней Греции останавливались войны, и весь мир жил проведением Олимпийских игр. Ну вот смотрите, если брать нашего очень известного спортсмена Александра Усика, то, что я читаю, допустим, в Фейсбуке, в соцсетях мнения разных людей, вот кто-то поддерживает, что он поехал на соревнования, кто-то говорит, что, ну, наверное, это не совсем вовремя, лучше бы там он со своими талантами шел защищать Родину. А вот ваше мнение, где сейчас спортсмены более эффективны, более нужны? На фронте или все же на соревнованиях? Смотрите, у нас огромное количество спортсменов, которые сейчас на фронте, и 100 спортсменов различных национальных сборных, к сожалению, погибло на этой войне. То есть тут дело в том, что, касательно непосредственно Александра Усика, я считаю, что это правильное решение в его случае, потому как он своей победой над Энтони Джошуа в этом матче и реванше он сможет больше сделать своим участием, условно говоря, непосредственно на фронте. Потому что он делает, он привлекает внимание всего мира в этот момент к Украине. Тем более, по-моему, он уже заявил о том, что какую-то там часть своего гонорара он будет направлять на ЗСУ. Соответственно, я считаю, что это правильный выбор. И считаю, что... И хочу пожелать Александру только победы, потому что сейчас нам нужны победы на всех фронтах, в том числе на его боксерском поединке с также олимпийским чемпионом Энтони Джошуа. Как вы считаете, российских и белорусских спортсменов стоит отстранять от участия во всех международных соревнованиях? Во-первых, они уже отстранены. Буквально через пару дней после начала российского вторжения Международный Олимпийский комитет разослал рекомендационные письма всем международным федерациям касательно того, что нежелательно участие во время этой войны, во время этой агрессии представителям России и Белоруссии во всех международных соревнованиях. Но это же рекомендательное все-таки больше, да, письмо? Это рекомендательное письмо, к которому прислушались, ну, я думаю, 99% всех международных федераций. Вот, естественно, влияние на международные федерации спортивные у России достаточно существенное. Соответственно, они борются за то, чтобы под каким-то предлогом, то ли под нейтральным статусом, то ли под еще там каким-то соусом, все-таки просочиться и дать возможность им выступать на этих соревнованиях, на различных. Заявляя о том, что спорт вне политики. И они очень сильно лукавят в этот момент по одной простой причине, потому что как раз-таки Российская Федерация и высшее руководство этого государства эксплуатируют, наверное, больше всего как раз-таки спортсменов для своей пропаганды, для того, чтобы получить какие-то политические баллы. Если вы заметите, очень много было различных мероприятий, где присутствуют спортсмены, начиная от Дня Победы, заканчивая Днем России и везде, там фигурируют в первых рядах известные российские спортсмены, олимпийские чемпионы, которые вообще, я считаю, должны понести особенное наказание за то, что они вот так вот открыто поддерживают ту кровь, ту агрессию, которую сейчас проявляет Россия в отношении так называемого братского государства Украины. Я недавно видела очень такой говорящий мем, где балерина танцует практически на разрушенном городе, на разрушенных домах, и у нее вот руки в крови. Ну, в принципе, это касается не только русского балета, это касается, наверное, и российского спорта, и всего, что связано с Россией, потому что, да, руки у них уже даже не по локоть в крови, они уже в крови полностью. Но вот у меня вопрос, касающийся вот этого очень устойчивого выражения, да, что культура вне политики, спорт вне политики, вот вы уже начали об этом говорить, а сейчас вот можно ли говорить о том, что вот спорт все же он вне политики, и это какая-то вот отдельная такая вот каста, часть, где нужно заниматься только спортом и показывать достижения страны? Или уже сегодня, ну, спорт полностью подчинен политике и внедрен в нее? Да, смотрите, вот вы сами сказали в своем комментарии касательно того, что представление страны. Мы должны различать спорт как физическая активность, когда человек выходит, условно говоря, тренируется, там, у себя на стадионе, при этом никого не представляет, он просто занимается своим здоровьем. И разнообразные международные состязания, типа Олимпийских игр, Чемпионат мира, там, универсиал, и так далее, и так далее, и так далее. А вот когда ты представляешь свою страну, и здесь кроется, по сути, главная причина вот этой политизированности спорта. Если мы возьмем даже Гитлевскую Германию, в 1936 году они проводили Олимпийские игры, и мы можем заметить, вот если мы даже возьмем хронику, посмотреть, насколько это были политизированные соревнования для того, чтобы показать всю мощь вот этой вот гитлеровской, нацистской Германии, вот, и насколько там была сильна пропаганда, и какие там месседжи продавливались. Соответственно, спорт, как я уже повторюсь, это тот рычаг для внедрения определенных нарративов государства, которые ставят перед собой такую цель. А Российская Федерация, она такую цель ставит. Она неоднократно это показывала, даже не гнушаясь тем, что иногда она может пойти на разнообразные фальсификации, как если мы вспомним 2014 год, и допинг-пробы российских спортсменов после Олимпиады в Сочи, и разоблачение, что там под кураторством ФСБ были различные манипуляции, там, и подмены в допинг-пробы спортсменов только для того, чтобы они показали максимальный результат. И Россия заняла первое место, общекомандное, на этих соревнованиях. То есть они не руководствуются олимпийским принципом «главное участие», вот, а они руководствуются, главное для них это победа, манипуляциями, обманом, только для того, чтобы показать всему миру и, главное, собственному потребителю, россиянам, что они везде побеждают, и никто ничего им сделать не может. Поэтому спорт – это на данный момент абсолютно политизированная история, вот, и это еще один фронт, на котором нужно вести существенную борьбу, если мы хотим помочь и донести свои месседжи миру, для того, чтобы у нас была международная поддержка в войне, которая необходима нам и очень нужна. Если брать один из месседжей этого же российского ИПСО, то говорится, что россияне ни в чем не виноваты. Вот есть их огромное количество вот хороших русских, а войну развязал Кремль и лично Путин, а сами россияне ни в чем не виноваты. Но если мы даже говорим не о совсем забитых россиянах из глубинки, у которых кроме водки и телевизора ничего не существует, да, и соловьиного помета, а мы говорим о спортсменах, которые достаточно часто выезжают и в Европу, и в различные страны мира на тренировки. Вот ваше мнение, почему они поддержали Путина, причем, как вы сами сказали, поддержали его публично, активно. И второй вопрос, были ли среди российских спортсменов те люди, с которыми вы общались до войны и которые хотя бы в личной беседе каким-то звонком или написали о том, что они переживают, они не согласны, у них другое мнение? Я тогда начну со второго вопроса. Я скажу, что те, кто не согласен, они вот только в частных беседах могут сказать о том, что они не согласны. Я не скажу, что их было много, но тем не менее они были. Большинство в основном молчат. И самые отмороженные, с моей точки зрения, это те, которые еще публично, с поддержкой. По ним видно, что они абсолютно не владеют ситуацией. Это, возможно, желание выслужиться перед высшим руководством страны, возможно, ну, показать свою лояльность, условно говоря, тем более, что Российская Федерация, она привлекает выдающуюся Российскую Федерацию для того, чтобы потом они составляли какую-то там часть в их партийном списке. Соответственно, у разных людей мотивация и причина этому, она разная. Но в любом случае, что они должны нести за это ответственность и понимать, что они поддерживают. И, соответственно, я думаю, что те, кто публично это сделал, уже об этом пожалели, потому что первые дни они рассказывали о том, что вот буквально подождите неделю, то сейчас уже, когда полгода длится это противостояние, я думаю, ну, активная фаза, что война длится уже более восьми лет. Вот. Они, ну, как минимум, должны были задуматься о том, что, ну, наверное, то, что сейчас они видят непосредственно там в зомбоящиках, это как бы две разные истории. И, проведя небольшой анализ, можно было покопаться в интернете все-таки 21 век, найти необходимую информацию для того, чтобы ее сопоставить и понять, что кто-то тут чего-то не договаривает. Вот. Ну, вы же понимаете, что люди разные, вот, и не все любят разбираться в деталях, вот, и воспринимают ту пропаганду, которая преподносится в телевизоре, там, реальных СМИ к Кремлю за, там, истинно последней инстанцией. Вот. И я вам скажу, что вот у нас есть спортсмены украинские, которые живут в Украине, но их родственники находятся там либо в анонсированном Крыму, либо где-то в России. Так вот, у них даже не, они не верят собственному, там, условно, сыну, брату, тете, дяде, ну, как бы родственному человеку, который, по идее, должен быть ближе, чем Соловьев, который говорит что-то по телевизору. И вот. И у них на этом образуются какие-то недопонимания и разногласия, потому как они считают, что то, что сказал Соловьев по телевизору, это истинно последние инстанции, а вы здесь как бы зазомбированы какой-то другой пропагандой и вообще как бы все будет хорошо, только подождите, мы вас освободим. Ну, то есть, как бы с этим очень сложно, с этим очень сложно бороться и, естественно, то, что я уже упоминал, спорт является той площадкой, которая может доносить по всему миру, потому что Россия, она работает не только внутри своей страны, своими вот этими нарративными пропагандистскими, а по всему миру, особенно и в Африке, сколько мы видели тем, когда разгоняются, я вот отрабатывал все такие темники, спущенные на различные СМИ международные касательно расизма внутри нашей страны, потому что там где-то не пустили каких-то темнокожих студентов в какой-то поезд, то есть, они берут, условно говоря, локальный какой-то кусочек и раздувают его до вселенского масштаба, рассказывая о том, какие здесь расисты, националисты, нацисты внутри нашей Украины. Но я всегда говорил о том, что, ребята, когда у вас будут темнокожие представители хотя бы в парламенте, вы можете только начать заикаться об этом, потому что я, к примеру, всему, чего достиг внутри этой страны, я благодарен этой стране, которая дала мне всю базу для того, чтобы я стал вначале спортсменом, который достиг некоторых результатов в своей спортивной деятельности, и стал первым темнокожим представителем украинского парламента. соответственно, ну, то есть им приходилось коммуницировать и говорить о том, что Украина абсолютно толерантное государство, какие-то идиоты есть абсолютно в любом обществе, которые могут оскорбить, обидеть, ударить, и сделать что-то плохое любому человеку, не зря на свет кожи и на религию и так далее. Поэтому с этим просто нужно отдельно разбираться, но доносить свои месседжи, как это могут делать украинские спортсмены, это необходимая история, и все-таки бороться с российской пропагандой по всему земному шару тоже нам необходимо, ввиду того, что все-таки это разные весовые категории в контексте количества денег, которые Россия платит за то, чтобы непосредственно ее интересы были лоббированы по всему земному шару. Насколько эта война подорвала вообще украинский спорт? Я знаю, что очень многие спортсмены, очень многие там даже школы, они вывезли своих детей, они сейчас находятся в Европе, в других странах. К сожалению, мы понимаем, что какая-то часть из этих будущих спортсменов уже в Украину не вернется. Кроме того, что сейчас и инфраструктура разрушена, и где-то там недостатки финансирования с тренерами проблемы. Можно ли спрогнозировать вообще, что будет с украинским спортом, когда закончится эта война? Мы не понимаем, когда она закончится. Насколько вообще реально восстановление и выход Украины на какой-то качественно новый, хороший уровень? И будет ли у нас возможность принимать участие в Олимпиадах? Потому что весь мир не стоит на месте, они продолжают тренироваться. Да, спасибо за вопрос. Я вам хочу сказать, что он очень актуален. Вы правильно заметили, что вопрос многофакторный, начиная от того, что сейчас у нас разрушено существенное количество спортивной инфраструктуры, бассейны, которые только были построены, различные манежи и так далее. Соответственно, это один фактор, который, условно говоря, решаем, как бы только нужно четкое понимание, когда это все закончится, для того, чтобы уже начать отстраивать ситуацию, которая была уничтожена. Второй фактор, это вы тоже правильно заметили, о том, что многие, особенно дети, условно говоря, детский возраст, юношеский, выехали, имели возможность выехать за пределы границы и непонятно действительно пока существует такая угроза, как Российская Федерация рядом, которая будет агрессивно настроена в отношении Украины, будет ли у них желание, у их родителей этих детей возвращать обратно домой. Потому что сейчас то поколение спортсменов, которые уже реализовывают себя на высшем уровне, естественно, оно имеется. Они уже могут именоваться в любой стране, но тем не менее они представляют Украину. Но я сейчас говорю о том подрастающем прийти на смену этим спортсменам, которые уже будут отходить. И опять же, даже когда война закончится, возвращаясь в Украину с разрушенной инфраструктурой и отсутствием вот этих вот школ, мы же понимаем, что возраст спортсмена он достаточно короткий. И если он не будет видеть какой-то перспективы, там, дети, их родители, если они будут связывать свою жизнь со спортом, то они будут предпочитать уже работать там, где эта инфраструктура есть. Вот есть ли понимание, как вот этот еще вопрос решать? Этот вопрос, как решать, есть понимание, нет понимания, насколько долго затянется война, вы понимаете, потому что этот вопрос решается построением новой инфраструктуры, либо восстановлением той, которая была утеряна. И естественно, что я уверен, вот у нас уже очень много разговоров было о том, что и различные страны, различные международные организации, федерации в том числе восстанавливают украинскую спортивную в том числе инфраструктуру только для того, чтобы помочь Украине после подобного восстановиться можно быстрее. Естественно, это все перспектива послевоенная, скажем так, после того, как уже ситуация нормализируется, уже будет понятно, что мы победили и уже вот эта опасность нашего соседа она минет. Соответственно, сейчас как бы об этом сложно говорить, когда это будет. Мы все надеемся, что это будет как можно быстрее. И мы вернемся к прежнему ритму жизни и будем развивать наш спорт и показывать свои результаты. А как это будет на самом деле покажет только время и возможность наших вооруженных сил противостоять, побеждать российскую армию. Если говорить о самих олимпийских соревнованиях, вот ваше мнение, насколько они объективны, насколько они изменились за последние несколько лет в лучшую или в худшую сторону, можно ли говорить, что сейчас это все же объективное и честное соревнование спортсменов? В олимпийской программе представлено огромное количество различных видов спорта, которые сами по себе отдельно и они условно говоря делятся на более подверженные каким-то манипуляциям, возможно даже коррупционным, ну с коррупционным оттенком, некоторые менее, к примеру, если мы возьмем, для примера, чтобы просто человек, который не занимается спортом, было понятно, если мы возьмем стометровку, вверх на 100 метров, там все автоматизировано, там секундомеры включаются, включается фотофиксация и так далее, и так далее, то есть как бы человеческий фактор он минимизирован, соответственно, здесь сложно что-то придумать. Если мы возьмем вид спорта, к примеру, художественная гимнастика, где принимают решения судейская коллегия, там мы, я не знаю, сколько их там, возьмем 10 человек, вот, который тут уже абсолютно, условно говоря, имеет значение субъективность вида спорта, субъективность подходов, то есть одному человеку больше симпатична, там какая-то гимнастка с одной струны, второму с другой, третий не увидел какой-то пробел в выполнении того или иного элемента, и соответственно, тут уже совсем по-другому строится окончательный результат. И, как правило, в таких видах спорта та же Российская Федерация очень часто прибегает к манипуляциям коррупционного характера для того, чтобы благослонность судейской коллегии все-таки была на стороне Российской Федерации. И они очень сильно были возмущены после последних Олимпийских игр, что впервые, по-моему, с 96-го года, если я ничего не путаю, победила на Олимпиаде не россиянка, а израильтянка. Их российская спинка заняла второе место. Там были государственные трауры по этому поводу. Они обливали, по-моему, весь мир, говорят, что их цинично засудили. Но на самом-то деле для меня это, наоборот, маркер того, что даже подобные субъективные так называемые виды спорта, они все-таки очищаются от этого налета коррупционных определенных рисков, которыми они были когда-то по мнению некоторых экспертов подвержены. Существует мнение о том, что достижение в спорте и спорт страны он пропорционален тем вливанием финансовым и организационным, которое делает страна в свой спорт в своих спортсменов. На каком уровне вы бы оценили уровень спорта в Украине довоенный и что в первую очередь и нужно было и нужно будет менять в нашем украинском спорте. Тенденцию такую можно проследить. Но тоже есть разные подходы. К примеру, там все говорят о том, что вот в Америке Америка выигрывает если мы будем брать по результатам на Олимпийских играх, то Америка выигрывает вот кроме Пекинской Олимпиады летние все Олимпийские игры начиная с наверное 96-го года, может быть и раньше, выигрывали США. Но у них к примеру очень у них нету условно говоря бесплатного спорта детского то что называется у нас детско-юношеские спортивные школы. То есть плохо это или хорошо тоже вопрос спорный. Потому что у нас люди не привыкли к тому, что спортивные секции такие как греко-римская борьба, которые не ведут ну скажем не требуют каких-то дополнительных затрат существенных как большой теннис к примеру. Эти виды спорта они бесплатные. Ну мы сами знаем, что бесплатного ничего не бывает. Просто за это платит государство. И с другой стороны есть жалобы касательно того, что нету профессионалов среди тренерского состава у страны ввиду того, что нету достойных заработных плат. А это взаимосвязанные вещи. И соответственно у Америки там другой подход в этом отношении. У них бесплатный спорт условно начинается, когда ты уже поступаешь в какое-то учебное заведение и показываешь хороший результат. Так там у тебя и учеба, условно говоря, ты учишься по грантам и системе. И соответственно ты выступаешь за тот или иной университет, показываешь высокие результаты и тогда ты уже понимаешь, что те деньги, которые ты вложил хотя на какую-то определенную секцию в детстве, твои родители скорее всего это сделали. Это ну как бы не зря заплаченные деньги и ты видишь результат сейчас. Соответственно подходы бывают абсолютно разные в этом отношении. Я вам хочу сказать, что если оценивать украинский спорт, то у нас огромнейший потенциал. Ну нужно тоже отделять массовый спорт, которым нужно конечно же привлекать как можно большее количество украинцев занятию спортом. Это спортивная инфраструктура, которая в принципе должна находиться в парках, когда обычный человек, который не является спортсменом национальной спорной, может выйти, пробежаться, отжаться, подтянуться, и у него для этого все есть. Это мотивационная составляющая, когда спортсмены высокого уровня привлекают к различным рекламным контрактам, и они видят, что спорт это модно, спорт это на слуху, они видят это по телевизору, детям есть на что равняться, и они спрашивают, а кто это, что это за чемпион, а это условно говоря хоккеист. Мама уже, ребенок уже интересуется этим видом спорта, они условно говоря находятся полдня в гаджете. и естественно спорт высших достижений это естественно это уже как бы вишенка на торте, а лучшие из лучших, которые в детстве занимались условно говоря просто для того, чтобы там после школы иметь возможность проявлять какую-то активность, потом уже раскрыв свой талант имеют возможность показать высокие результаты и добиваться высоких целей именно на международной арене. То есть если мы будем брать по этому критерию, то к примеру тенденция у нас до 16-го года шла на угасание по количеству завоеванных медалей, но мы тоже должны понимать, что мир тоже не стоит на месте, мир тоже развивается, вкладывает огромное количество денег в развитие спорта и уровень конкуренции, если мы будем брать даже ретроспективу в 20 лет, то он просто небо и земля в различных видах спорта. И понятное дело, без необходимого количества денег эту конкуренцию держать будет сложно. Если в греко-римской борьбе это еще более-менее возможно, потому что здесь это навыки самого спортсмена. а если все зависит от материально-технической базы, которая должна быть максимально нова для того, чтобы показывать сверхвысокие результаты, то, соответственно, для этого нужно максимально, ну, не максимально, но в любом случае нужно обновлять эту материально-техническую базу, обновлять и стимулировать спортсмена, чувствовать эту мотивацию и понимать, за что они не то, чтобы гробят, но за что они платят своим самым-самым ценным временем, когда они молоды, когда они здоровы, когда они заряжены на то, чтобы воплотить свои мечты в реальность, тем более эта сфера спорта, она же достаточно непредсказуема. Сегодня чемпион ты всем нужен, завтра ты травмирован, ты уже никому не нужен и уже будет смещен акцент на спортсменах, которые еще потенциально готовы показать какой-то результат, ты уже списанный материал, соответственно, это очень рисковая инвестиция, и соответственно, они должны понимать, за что они борются. Кстати, если мы будем брать даже показатель выплат за Олимпийские игры, то Украина входит в десятку стран, которые больше всего платят за Олимпийскую медаль. Но единственное, что это поощрение со стороны государства, у нас очень плохо развит рынок рекламы, если мы будем брать тот же западный мир, страны западного мира, то, соответственно, у них не такие премии, но у них больше возможностей в коммуникации с различными марками международными, которые могут дать им еще больше, чем дает Украина за эту медаль, только из-за того, что они снимутся где-то в каком-то рекламной рекламной активности и покажут какой-то бренд на себе либо какая-то рекламная вовлеченность будет у них. Соответственно, подходы абсолютно разные. И в любом случае мы должны работать над тем, чтобы отходить от советских стандартов, то, что и так происходит. Но я думаю, что после подобного шока, который пережила наша страна, эти тенденции будут еще нарастать. И все-таки брать модель европейскую модель спортивную и жить именно по этим стандартам, потому что если мы даже возьмем результаты Олимпийских игр, то мы видим, что всегда находятся в топе. Это Германия, Франция, Великобритания, США. И это отдельная история. скажем так, пока что экономически мы не способны быть. Тем более, там выборка из людей очень большая. Скамейка запасных очень большая, потому что 2 миллиарда людей находятся в стране. А насколько коррупционная у нас вообще сфера спорта в Украине? Насколько она проблемная? И что самое сложное, что мешает нашему спорту двигаться вперед? Вы знаете, я думал, что вопрос коррупционности приблизительно во всех сферах нашей страны плюс-минус одинаковый. То есть, где есть человеческий фактор, там есть и возможные коррупционные риски. Соответственно, здесь мне сложно судить, потому что у нас кругом говорят о коррупции, в том числе и о сфере спорта. То есть, и она же бывает абсолютно разная. Начиная от судьи, который там на какие-то мелкие соревнованиях может кому-то подсудить, заканчивая там, условно говоря, уже высшими какими-то инстанциями, которые принимают на уровне федерации либо министерства какие-то действия, которые, возможно, имеют какую-то коррупционную составляющую. Тут сложно судить, тут как и в каждой сфере. Понимаете, это будет разговор ни о чем, если я сейчас буду привести какие-то примеры. То есть, у нас есть и вопрос закупок оборудования, и вопрос строения и восстановления спортивной инфраструктуры. А это то же самое, что, по сути, вопрос строения или восстановления какой-то другой инфраструктуры. Вы сами знаете, что это там подрядчики, заказчики, откаты и все остальное. То есть, это как бы риски есть везде. А какова сейчас работа депутата после 24 февраля? Ну, вы знаете, сейчас у нас есть заседания пленарные, вот, следующее 15 числа. 15-16. первые, наверное, месяц, два, у нас были заседания, мы как бы даже не знали, когда они стартуют, то есть, нас предупреждали буквально за максимум за двое суток до начала заседания, потому что депутаты раскиданы по разным регионам, у каждого свой округ, и, соответственно, есть время для того, чтобы добраться до Киева. Вот, и получается, что, то есть, спектр работы, он абсолютно различен, то есть, начиная от гуманитарной какой-то помощи, пленарные заседания, работа в комитетах, разработка новых законопроектов, там, и проведение их, плюс контакты с международными партнерами, поездки на необходимые форумы, где точно так же в коммуникации с бизнесом, с международными организациями ищут депутаты возможность каким-то образом помочь там временно перемещенным людям перед дислокацией их с различных регионов в ту же Европу либо в другие регионы нашей страны. То есть, я, к примеру, если брать меня, то мне повезло, потому что я узнаваемый народный депутат и, к примеру, первые дни у меня было очень много звонков и предложений там, если необходимо каким-то спортсменам выехать, спортсменам, которые там, условно говоря, либо женского пола, либо 18 лет, потому что уже существовал запрет выезда покупального со второго дня людям, которые старше 18 лет и младше 60. Соответственно, готовность принять этих людей у себя, дать им возможность тренироваться и так далее, и так далее, и так далее. Плюс гуманитарка тоже координация, потому что очень много было запросов о том, что там что-то насобирали, можем там какую-то фуру отправить, куда лучше, как лучше, потому что вы помните, какой коллапс был первые дни с дорогами, пробки и все остальное. То есть, тоже в коммуникации с депутатским штабом решали эти вопросы. и так далее, и так далее, и так далее. То есть, как бы постоянно на телефоне, постоянно какие-то встречи, и коммуникация и с бизнесом, и с какими-то другими организациями. Поэтому абсолютно разновекторная работа. Если до 20-го у нас у меня был хотя бы какой-то план, какая-то прогнозируемость моей и работы, то после 24-го это постоянная как бы такая непредсказуемая история, которая постоянно может меняться в ту-либо иную сторону. Я благодарю вас за беседу. Желаю и вам, и нам всем мира скорейшего окончания войны, нашей победы и развития нашего украинского спорта. Спасибо. Спасибо вам за приглашение. Я уверен, что так и будет. Спасибо вам. Хорошего дня. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...